Всем привет, зрители и подписчики! Канал Рик Антона Фет, мой лучший футболист. И сегодня мы поговорим об истории Копа Америки. Я выполнил все задания, ребят, и еще раз вам расскажу, как я это сделал. Лайк, подписка, колокольчик. Не забывайте, если вы не знаете, где купить ФК-25 или вам нужны еще пока монетки на ФК-24, то следующие 30 секунд видео для вас. Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть, кумира или просто любимчика, то сайт автофуд для вас. Купить монеты ФК-24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк. И можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, PlayStation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Итак, друзья, ну на самом деле все очень просто. Итак, битва в Боливии. Все выполнилось, ребят. Итак, там нужно было что делать, да? Играть в составе и в запасе обязательно игроками либо Аргентины, либо Бразилии. Соответственно, забивать игроками Копа Америки, да? Не забывать про это. Также давать голевые пасы аргентинскими игроками. И многое другое, ребят. Посмотрите мое предыдущее видео, там все подробно расписано. Вышло также задание парад одной страны Испании, ребят. Тоже его очень легко выполнять в товарищеских матчах, играя их только испанцами. Игра в сезоне 7, ребят, более детально тоже разберем. В следующем ролике я в целом собрал всех игроков для этого задания. Еще раз, ребят, по Копу Америки сегодня отвечу многим на комментарии. Но, честно, проверьте, возможно, что-то делаете не так. У меня все получилось, вот как я вам рассказал, так я и сделал. Я также собрал Гарнача, ребят. Он очень-очень топчик, бровку разрывает только в путь. Быстрее него я игрока еще у себя в команде не видел. Наверное, в FIFA, может быть, в FK24 они есть, да? Он очень мощный и будет у меня отдельный ролик про мои результаты в Икенд Лиге. Пока иду неплохо, но еще есть несколько дней. Посмотрим, чем закончится. Итак, давайте встречаем Гарнача. В принципе, куда-то же надо скидывать игроков, которые попадаются. И тем более это Манчестер Унятил, ребят. Его невозможно было не собрать. Феноменальный дриблинг, феноменальная скорость. Физуха общая 80, но в целом у него не самая худшая выносливость. Плюс вы видите, соответственно, его игровые стили. Он отлично заходит в состав на левый фланг. Я скидываю Рибери. Соответственно, также у него еще и будет увеличиваться за счет, соответственно, дебюта. Участие в пяти матчах. Если он примет участие, выполнит эти, соответственно, задания, то он получит улучшение. У меня апнулся балок, ребят. Стал более мощный, поэтому состав отличный. Честно скажу, Бэкхэм справа меня не очень устраивает. Скорость у него маленькая, но что делать? Выносливость 92, поэтому Гарнача, я даже проверял уже это, когда вы играете, да, бегаете за одного, за второго. Ближе к концу матча у Гарнача иногда еще даже бывает зеленая полоска. Хотя я его подключаю больше, а, соответственно, другой фланг меньше. Но у него выносливость действительно соответствует его статистикам, ребят. Это проверено. Ну и его четыре игровых стиля, которые позволяют ему быть просто великолепным в игре. Состав укомплектован. Понятно, что здесь еще я уберу Казимира, потому что я тут за него выполнял задание. И только из-за этого он здесь. И, кстати, про задания, ребят. Появились наборы защитников Академии фестиваля футбола, ребят. Можно прокачать два игрока Евро и два игрока Копы, ребят. Все то же самое, что и было с нападающими полузащитниками, ребят. Здесь как бы проблем никаких нет. Задания довольно простые. Сами решайте, кого качать. Я это делаю только для того, чтобы у меня были игроки в прокачке. И, соответственно, я их мог потом использовать в каких-нибудь испытаниях подбора команды. Когда вышли, вот на сегодня вышли, выбор кумира вышел 91+. Пожалуйста, можно туда их использовать. Для состава, понятно, вряд ли они подойдут. Хотя кому-то, может быть, и в состав тоже они залетят. Задания простые. Играть, выигрывать. И за защитника задание, что где-то в каких-то матчах нужно пропустить не более одного гола. То есть, соответственно, все очень просто. Либо не пропустить совсем. Ну, здесь уже придется играть. Выпускайте их. Опять же, все уровни выполнять необязательно. Если вам нужно просто рейтинг, выполните два уровня. Третьего придется дождаться. То есть, игрок не может быть использован в испытаниях подбора команды, если у него не прошли все три уровня. Если все три уровня прошли, вы можете сразу его использовать. Либо подождать, допустим, в данном случае, на момент выхода 20 с чем-то дней. И, соответственно, выбрать. Итак, давайте выбирать. Выбор, конечно, здесь не шибко большой. Но, тем не менее, будем их прокачивать. Здесь вопросов нет. И вы видите, сколько игроков я уже прокачал. Бам-бам-бам-бам-бам. Тут еще, знаете как, смотрите, кого вы чаще выпускаете. Кто-то вам подходит в состав, например, да. И, соответственно, вы можете использовать его не только в спад-баттле, но и в ревальции фут-чемпионс. Тем самым вы просто быстрее его прокачаете. Здесь я выбрал Куаграда, потому что колумбийцы нам нужны для заданий. И, в принципе, это тоже немаловажно, да, ребят? Ну и последнее, последнее игрок, которое мы качнем. Это будет, наверное, Дест. Ну что, ребят, лайк, подписка, колокольчик. Пишите, как у вас закончил Викенд Лига. Пишите, кого вы ловите в паках. Всем пока. Любите футбол. Играйте в ФК-24. До встречи на канале. До встречи на канале.